Магнитогорск – город миллионеров и миллиардера. Причем все это в долларах. И тут надо понимать, что считаются не деньги в банке или в банках, а кое-что другое. Недвижимость, естественно. Вот комбинат, и же с ним стоит 12 арбузов. А город миллионеров начинается, если въезжать в Магнитогорск с юга. Там несколько тысяч домов под миллион, а чаще и больше. Ну, посчитаем. Самая задрипанная коробка от 300-400 квадратов – это от 5 до 15 миллиончиков. Ниже не получится. Отделка финальная – это гораздо большие деньги. И тут надо понимать, что если кто-то вам говорит, что дом о 150 квадратах стоит 2,5 ляма, то в оконцовке сумма будет помноженная на 2, а то и на 3. И почему это город с амбициями, да и возможностями для заработка имеет мизерно низкие по стоимости квартиры? Да потому что кодлы риэлторов срубают цены. И вам надо понимать, что риэлтор заботится только о своих процентах. Ему и 5 тысяч в голодный месяц заработать счастье. Поэтому и пулит заработанные вами в поте лица объекта недвижимости за копейки. Но город живет и расширяется еще и за счет тех, кто хочет, чтобы и сын, и внуки жили в домах, а не в квартирах с соседями. И вот вам домик. Ну так, небольшой, квадратов 600. С полностью готовым к проживанию уровнем. Мало того, здесь есть и промплощадка с кранбалкой для чего-нибудь еще. И цена-то всего 20 российских мультов. Ну и на пассажок, так сказать. Земелька у домика-то есть. Участочек небольшой. Сгектарчик. Если даже тупо все продать по минимуму, то пол такого дома по цене окупится в миг. Но вы посчитайте, готовый огромный дом станет всего в червонец. Непонятно? Ну что ж, продолжаем играть в наши любимые кубики. Грустно это осознавать, но так получается, что город Магнитогорск, город ленивцев, город глупцов, город лентяев. Потому что, как по-другому объяснить, что единственный город страны находится в исключительно заторможенном и дуповатом состоянии. Вы не хотите смотреть ни интернет, ни телевидение, ничего вы не хотите. Вот в пробках стоять вы хотите. Ну ладно. Теперь есть возможность. И вот уже скоро 10 лет, как я занимаюсь телевидением, и сейчас я окончательно сливаю все на YouTube. Поэтому, если вы сейчас не посмотрите этот сюжет, вы сможете его посмотреть чуть позже. Итак, вот помните этот объект, да? Он вызвал повышенный интерес. Этот объект с гектаром земли в центре города. Вот этой постройкой я специально здесь стою. Дело в том, что от меня до конька вот этой крыши, это полностью готовое здание. Ну вот, наверное, метров так 12 будет. Сколько может стоить такой дом на поселке Хуторки, или Прибрежный, или Радужный? Вообще, в Магнитогорске надо понимать, что дома не стоят дешево. Если какие-то риэлторы вам напаливают, но про риэлторов я чуть позже, так вот дома в Хуторках стоят от миллиона долларов. Полностью готовые дома. Это полностью готовый дом. И к этому полностью готовому дому прилагается небольшой такой участочек, гектар. Теперь я вас научу зарабатывать деньги. Если у вас есть небольшой дом, хотя дома в поселке Крылово тоже стоят от 15 миллионов, я имею в виду готовые полностью дома. Вот. Вы можете легко заработать деньги. Дело в том, что банки сейчас кредитуют. Им не интересно кредитовать меня, допустим, ИПшника, а кого-нибудь большого и с большой суммой, это пожалуйста. Но для начала вам необходимо поговорить с хозяином. Вы идете в банк, предварительно поговорить с хозяином, и готовите небольшую сумму. Ну, вот такую, к примеру. То есть сумма, которая у вас есть, допустим, за хорошую квартиру с евроремонтом. Вот. Этой суммы, в принципе, достаточно, чтобы первоначально получить кредит на стоимость этого объекта. То есть я вам говорил, сколько стоит. Так вот, миллион этот не стоит, стоит чуть-чуть подешевле. Поэтому кредит вы можете взять спокойненько. Вот. Только первоначально договоришься с хозяином, что вы берете по бумажке, типа вот эту небольшую территорию. Ну, здесь хватит и 6 соток. Все остальное. Вы спокойненько запуливаете. И это самый простой способ заработать деньги. И вот ваша прибыль. И, в принципе, тут же рассчитавшись с банком, вы становитесь обладателем замечательного объекта с большим количеством земли. Ну, это самый такой тупой способ, как заработать деньги. Другой же способ, это здесь спокойненько настроить. Я тут недавно понял, что все строительство в городе Магнитогорске, вот этих всех поселков, звездных, других, на них может быть хорошие. Но дело в том, что, допустим, на Западе, в Турции, в Испании объект вам сдается готовым. То есть, с ламинатом, с финишной отделкой, со всеми пирогами, сантехникой, пятое, десятое. И все это стоит. И все это стоит, как один голый объект в городе Магнитогорске. Еще раз напомню вам, готовый объект стоит других денег. Но если у вас есть амбиции, если вы понимаете, что можно привлечь рабочую силу из-за рубежа, вы вот на этой огромной территории, я уж пройдусь, от кубиков пока отойду, то есть, это вот часть территорий. Вот. Вы можете построить кондоминиумы и все, что угодно. Естественно, вам все это спокойно потом можно продать. Потому что в городе жить очень сложно. Здесь же, это же не городская черта, точнее, это городская черта, но как бы дома же. То есть, делаем муп, тжиха, там еще что-нибудь. Не муп, в смысле, это товарищество собственников жилья. Понастроили, продали, сделали. И, пожалуйста. Другой вариант. Тут у нас метро строится. Есть и другие вещи, как, допустим, Икею притащить. Представляете, Икея никогда не платит бабки за откаты. Вообще, чтобы вот такой кусочек земли. Тут, а далеко очень. Вырвать раньше бы. Вам пришлось бы заплатить стоимость этого объекта, плюс еще в чужой карман. Сейчас, ладно, отмели все это дело. Вот. Ну и в завершении, естественно, про себя любимого скажу. Что? Господа, ну не обращайтесь вы к риэлторам. И риэлторам вообще абсолютно фиолетово. Сколько денег вы заработаете? Это я говорю тем, кто все-таки посмотрел этот сюжет, подумал, что может быть свой домик продать. Обращайтесь, ну можете ко мне обратиться, в конце концов. Стоимость моих услуг в разы ниже, чем это стоимость услуг риэлтора. Показали объект. Продали. Продали именно за вашу сумму. А теперь самое интересное в завершении сюжета. Куда деньги вкладывать и что предстоит? Если вы собираетесь деньги вкладывать в доллары, то 2-го, примерно августа, думается, неподдержанный республиканскими депутатами проект бюджета Соединенных Штатов получит, ну, такую перетрубацию. Если вы вкладываетесь в евро, то в зоне евро скоро там грохнется Греция, она так на ладом дышит, там Испания тоже где-то что-то. То есть предстоит еще более веселое время. Так это самое лучшее время для того, чтобы купить сейчас недвижимость, построиться, а потом ее продать. Место, где это сделать, я вам показал. То есть это центр престижнейшего городского района. И он сейчас доступен.